Вы знаете, я в Евангелийский церковь пришла из Церковной Церкви. И, как Александр о вас рассказывал, то есть я получила как утверждение о том, что я видела. Вот в первом служении, когда мы начали танцевать, да, водить хоровод, я увидела вокруг вас ангелов, которые водят хоровод. Вы передвигаетесь, снимаете, а они вот так вокруг вас водят хоровод. И в руках одного ангела было типа такой накидки из света и огня. И, ой, как можно сказать, вижу, али. Потому что они здесь, эти ангелы, они ждут. Они очень терпеливые оказываются. И они дожидаются для того, для чего они посланы. Когда я стала спрашивать, что это, и пришло слово «крылья». Но крылья не как у птицы и перья, да, а вот как накидка из света и огня. И, ну, это крылья. Это крылья, которые они принесли. И мне пришло вместо Писания, Псалом 138. «Возьму ли крылья зари и перемещусь на край моря». То есть эти крылья, они принесли, чтобы вы могли перемещаться в духе и физически могли перемещаться. Потому что, как я говорил Александр, много церквей, где вы, ну, бываете, где за счет вас происходит какая-то реформация. И, ну, я верю, что Бог сдал вам это, потому что вы в этом нуждаетесь. Если вы согласитесь сейчас и примете эти крылья, то ангелы оденут на вас эти крылья. И вы, у вас будет желание углубиться в эту тему, и вы начнете перемещаться. Принимаете? Принимаю. Аллилуйя. Спасибо, Господь. Ангелы, просто одевайте. Одевайте, исполняйте то, для чего вас послал Господь. Во имя Иисуса Христа. Аллилуйя. Вот эту световую, световые огненные крылья. Для того, чтобы наш брат мог перемещаться, служить. И там, куда он будет перемещаться, люди будут собираться под эти крылья. Так как Господь нас покоит в тени крыл своих, так народ Божий будет собираться. Через это он будет видеть тебя, Господь. Будет переживать тебя. Наполняться тобой во имя Иисуса Христа. И взгляд этих людей будет направлен, Господи, только на тебя, Господь. Во имя Иисуса. Аминь. Меня зовут Виктория. Я в воскресенье увидела в чате буквально предложения. И я как бы так было... Как вы слышите? Держи себя, был слышен. И в конце послушала, вы просили молиться за рекламацию. Да. Я практически тут же помолилась, но учила, коротко, немногословую. И получила такое слово. Реконструкция. Да. Оно меня это слово преследовало, наверное, около 3 дней, а вот меня никак не оставало. Пока я не пошла в интернет, я не посмотрела по трансформации, реконструкции и реформации. Но мне именно реконструкция. Так, изучите мне чуть-чуть. Держи признаки реконструкции. Изменение фундамента, опор, столбов, устройство новой, несущей конструкции и монтаж, существующий. Верю, что ты получила это слово от Господа. Для вас как бы часть вот этого нашего. И я все, что сейчас на вас освобождает за слово, и все значение, которое оно несет с собой, для вас, и используйте его, и было по-своему, как такое было, понимая. Коему, Иисусу, подсказывается. Аминь. 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 Наташа, как подтверждение, я тоже не поняла, что я видела, но когда она не стала говорить, когда вы там сидели, у меня было ощущение, что рисуют православных храмов, обычно хирургимов, по-моему, шестикрылые. Серафимы. Серафимы. Я как будто бы увидела, что вы сидите, и сейчас понимаю, что это был престол. То есть ангелы, которые приставлены к вам, вы почему-то сидите, на ноги ваши вот так вот по все стороны танцуют. Узкая такая. Как будто бы здесь у вас вот эти вот шестикрылые Серафимы. Вот, это подтверждение того, что я, наверное, увидела, и понимание, что Бог будет вас... Как бы, если определенный трон, определенный престол, Бог его заперемещать будет. И предполагаю, что да, это касается, ну, полославных вещей. Спасибо. Спасибо. Спасибо.